друзья всем привет пасека с нуля 21 серия сегодня мы собираем ловушки для раев у нас тут есть для ловушек используем разные и картонные ящики вот такие самый бюджетный вариант есть у нас ящики специала пакетов старые рамка нос и пробитые с дырками туда мы устанавливаем старые ну типа такого уже старую суш вот такого плана то есть рамки которые списанные сейчас это все упакуем встреч а да кстати мы ловим только на пчелиный шарм ссылочку оставлю под в описании под видео или справа от меня появится тоже ссылка вот сейчас соберем сформируем по 4 по 6 рамок на сколько хватит рамок короче все все старье все идет на ловушке в прошлом году у нас удачный был сезон по моему около 8 раев мы поймали в этом году надеемся не меньше потому что с пчелками беда нужно их усиливать нужно расширять пасеку а это самый бюджетный способ да и обязательно еще подписывайте ловушки для того чтобы номер телефона чья ловушка чтобы кто-то увидит и зашел рой чтобы люди могли позвонить или даже не украсть из-за того что они вас знают вот ну сейчас покажу уже готовы и так ну вот первая ловушка но готова то есть рабочих так у нас деревянный был обмотали выстречен чтобы не сильно раскисал под дождем и литочек обильно обильно помазали пчелиным шармом вот такой запах у него классники такой как барбарис очка мята с барбарисы вот сейчас пойдем ставить на наше первое место первое наше местечко недалеко от дома объясню почему здесь никто не живет за домом присматривать приезжает но там в середине есть старые улья прошлом году пчелы унюхали и тут через стекло мы уже залепили залезли и жили там мы их оттуда еле вытянули и потом когда их оттуда вытянули заклеили стекло поставили ловушку и второй рой буквально через неделю тоже попался вот просто установили в принципе я вам покажу его не видно с улицы если не заглядывать стоит там за заборчиком тихонько травка вырастет зазеленеет и не будет видно ее но это наше первое место дальше поедем на машине так друзья немножко помотали наши ловушки готовы все обмазали сложили сейчас грузимся обязательно с собой берем веревка с карабином чтобы было легче подавать не тянуть с собой на дерево скотч нож пчелиный шарм и фирменный пакет ульин это для раилова обязательно ну шучу конечно вот грузимся едем так друзья первая наша локация выездная так сказать вот это дерево прошлом году корианд был здесь на слабое местечко всего один ротики то слабенький был но посмотрим уже был на тех местах которые на тех местах где уже поймали рой мы всегда то местами ловушки изначально очень тяжело найти место где где ловить какие-то деревья ветвисты выбираем как только поймали все дальше там всегда и заходит на одном месте у нас по моему вот по два-три края выводим да еще вот часто задают вопросы когда ставить рай и рай ловки друзья мы ставим рай ловки когда уже более-менее есть листва раньше не вижу смысла ставить потому что реально не сильно заметный и рои еще не так идут когда листвы нету когда же все развилась пошел нектар когда пчелы роятся поэтому ставить рай нужно тогда когда уже появилась более-менее густая листва ладно друзья садится батарея у нас поставляю фоточки используйте пчелиный шарм так седьмой рой по счету и 2 на этом месте и опять вроде по звуку очень хорош приехали в этот раз попозже потому что следующий раз прошлый раз то есть много пчел не забрали рановато приехали теперь приехали после восьми ну где-то сейчас время пол девятого не все видео со съемом район попадает потому что андрей без меня снимает когда меня нет когда я в харькове в общем-то работа кипит парам чуть позже чем у всех но это то все есть такой тяжеленький искусство прикручивания искусство прикручивания ловушки но она не требует хотя мотается ну что ж друзья крайний эпизод этого длинного ролика который мы снимали все лето собрали сняли последнюю ловушку честно сказать ну год не очень раиловный в 2021 с пяти ловушек мы собрали поймали 7 райов вот у нас получилось из них 5 семей который пойдет зиму но бой были слабые были сильные некоторые мы соединяли поэтому плюс 5 семей мы добавили в этом году в прошлом году был лучше скажем так результат ну и район было больше то есть прошлом 2020 в прошлом году у нас 8 райов 6 семей ну все равно я считаю что в принципе ловля райов это очень так сказать почти бесплатный способ расширить свою пасеку потому что вы в принципе вкладываете немножко только своего времени если вы занимаетесь там не первый год у вас уже есть суш есть ловушки которые можно подготовить не сложные конструкции ну и какие-то места найти где ловятся раи да у нас из пяти мест работало в этом году только три что хотелось бы сказать ловите раи не ленитесь расширяйте пасеку всем удачного раиловного сезона следующих годах когда будете смотреть эти видео это был 21 выпуск пасеки с нуля с вами был александр до скорой встречи пока александр до скорой встречи и 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